Добрый день дорогие друзья, меня зовут Гера и сегодня мы с вами начнем проходить игру под названием Nox. Nox это старая, старенькая такая RPG, она 2000 года выпуска и довольно такая интересная, RPG с юмором. Что-то меня потянуло в последнее время на старые игры и я решил пройти одну из них и записать. Давайте начнем. Начнем мы новую игру, пожалуй. Я тут уже побегал немножко, чтобы настроить звук. Итак, у нас на выбор есть три персонажа основных, за которых можно начать играть. Они друг от друга кардинально отличаются, то есть геймплей за каждый из них будет абсолютно разный. И скажу вам больше, начало игры, там буквально первые, наверное, три или четыре главы, они будут тоже отличаться в зависимости от того, какого персонажа мы выберем. У нас на выбор есть маг, колдун и воин. Ну давайте по очереди, может быть, пробежимся по каждому из классов. Я еще, если честно, не совсем определился. Я думаю, играть либо за воина, либо за мага. Ну вот сейчас еще почитаем и, может быть, какое-то решение примем. Итак, маг. У мага довольно хлипкое здоровье, но при этом это единственный персонаж, который обладает полноценными заклинаниями, полноценной магией. У него их очень много, этих заклинаний. И у него, да, он очень слабый, он медленный, но вот маги в совершенстве владеют магией. Они могут создавать магические ловушки с заклинаниями. Они не могут носить доспехи и вооружены только посохами. Маги живут в замке Головер. Ну да, то есть это такой классический маг, который не носит доспехов. Он одет в робу и при этом знает кучу заклинаний, довольно смертоносных. Но при этом он абсолютно стеклянный и хлипкий в ближнем бою. То есть лезть с ним в какой-то ближний бой, это, в общем-то, самоубийство. Он тут же склеится. Есть у нас еще колдун. У колдуна среднее здоровье, у него он более-менее знает магию. У него средние силы и средняя скорость. Колдуны могут призывать и околдовывать монстров. Они носят кожаные доспехи и вооружены посохами и луками. Колдуны живут в поселке Викс. Ну то есть колдун это такой рейнджер, такой классический лучник, который может слегка чуть-чуть колдовать и при этом очаровывать всякую разную живность. Я, если честно, не помню. Я когда проходил игру, мне почему-то не понравилось за колдуна. Честно сейчас признаюсь, не помню почему. Но что-то мне в нем не понравилось. Есть еще воин. Воин, у него прекрасное здоровье. Абсолютно нет магии, но при этом у него есть такие особые умения, чисто воинские, которые он может использовать, тем не менее, для того, чтобы сражаться с врагами. У него их немного в сравнении с магами и колдунами, но, тем не менее, он сильный, он быстрый. Воины не используют магию, но они имеют особые навыки. Ну да, о чем я говорил. Они могут применять все доспехи и большую часть оружия, за исключением луков и магических посохов. Воины живут в крепости Данмир. Так, что я могу вам сказать? Маги или воины? Давайте, наверное, остановимся на воине. Я вот, не знаю, что-то душа у меня лежит сегодня к ним, поэтому давайте начнем за него. Окей. И тут нам нужно выбрать имя персонажа. Давайте оставим его Джек. Господи, пусть будет. Кожа, цвет волос. В принципе, это не так важно, потому что большую часть времени мы с вами будем носить доспех и шлемы. В общем-то, ничего не будет видно. Цвет штанов, майки. Это вообще бессмысленно, потому что мы свою одежду потеряем буквально через 20 минут. Мы там найдем какие-то первые доспехи, уже оденем их. Вот, поэтому начнем. Давайте, поехали. Кажется, в твоем лице я получил способного юношу, который сможет стать воином. Может быть, это и так. Тебе предначертано стать великим воином. Пройди через эти горы и найди великую крепость в Дунмир. Встретясь с великим воином Хрондесом, постигни его мастерство. Мастерство храброго воина. И может быть, может быть, тебе удаться выжить в Ноксе. Мы уже пришли, юноша. Дунмир — вечная крепость, родина великих воинов. Место, где обучаются славные рыцари пламени. Пройди на территорию Дунмира, найди академию и будь готов к основному испытанию своей жизни. Арене. Именно там проверяют новичков. Можно только повторить или попрощаться. Ну, давай, пока. Ты можешь мне что-нибудь сказать? Этот путь ведет в Дунмир великую цель воинов. Ну да, это я уже понял. Этот, это какой? Это сюда, интересно. Что тут у нас? Викс? Нет, похоже, что не сюда. Так, что тут у нас? Разбейте бочки и найдите что-то вкусное. Да, предметы можно разбивать. Поднимаем яблоки. Яблоки у нас, насколько я помню, используются для того, чтобы восстанавливать здоровье наше. Пошатнувшиеся. Так, это что у нас? Летучие мыши. Этих ночных тварей вы можете найти только в самых укромных и темных местах. По одиночке они не представляют это серьезной угрозы. Но большая стаи летучих мышей может разорваться на части за считанные секунды. Ага. Ага, я понял. Ну пойдемте. Тут у нас чего? Сломайте стены и подойдите... Пройдите в тайное место. А, да, точно, я вспомнил тут... Ага, вот так вот, да? Вы получили 100 опыта. Угу. Так. Найдите боевую академию и поговорите с Харадосом. Давайте возьмем пока золото. Да, тут есть секретики, такие небольшие. Вот и летучая мышь, кстати. Что тут у нас еще? Лава. Насколько понимаю, в лаву лучше, наверное, не прыгать. Ты покидаешь королевство воинов. Мы с радостью проводим вам что вам будет угодно. Что у тебя можно купить? У тебя можно купить... Всякое барахло, на которое, к тому же, у нас нет денег. Да? Ну пойдемте. Триточка-мышка. Что у меня подсказывает, что в лаву лучше не соваться, да? Что вы нам скажете? Добро пожаловать в Думнир. Мы заботимся о порядке в нашем городе. Поэтому в городе запрещено устраивать драки, ругаться и даже плевать на землю. О магии можете даже и не думать. Желаю приятно провести время. Угу, ну спасибо. Ну да, мы пришли, собственно, в город воинов. Они, кстати, не любят магов. Они магов не любят, и они как-то с ними соперничают там. Ну, я не знаю, наверное, щит и меч. Я думаю, по сюжету там будет понятно дальше. Ну да, собственно, что и требовалось доказать. Магов они не любят. Что это мы подобрали? Слабый посох предназначен для открытия ящиков, бочков и голов монстров. Ну да, у него общий вред. Конечно, перевод тут так себе. Общий вред 3, 7 и 6, а у нашего меча 5. Ну, соответственно, чего и требовалось доказать. Ну, не знаю, все равно мы использовать его не будем. Я думаю, сейчас мы при удобном случае его продадим, этот посох. Нам все равно нужно где-то раздобыть броню. И неплохо было бы все-таки дойти до нашей Академии. Ага. Я так подозреваю, Академия это здесь. Я наставник воинов Дунмира. Если вы хотите пройти испытания на арене, вам нужно поручительство. Поручительство. И чего это значит? Добавлено в твой дневник. Где у нас дневник, кстати? Я, если честно, не помню. А, вот дневник. Найдите того, кто подпишет петицию для входа на арену. А кто нам подпишет петицию? Привет, что у вас? Я Герхард, главный инженер Дунмира. Попасть к нашему повелителю будет так-то и просто. Вот что я вам скажу. Если вы сумеете проявить себя, я могу замолвить за вас словечко. Ну, что скажете? Да, конечно, я согласен. Вот и хорошо. Моя семья выращивает самые лучшие яблоки в Дунмире. К сожалению, неподалеку от нашего сада в пещере поселился ужасный монстр. Он разводит летучих мышей, которые нападают на всех, кто посещает сад. Идите и убейте этого монстра. Если вы сделаете это, возвращайтесь. Я подпишу вашу петицию. Вот, возьмите этот рубиновый ключ. Он на отворот сада. Угу. Отворот сада. Так, а где же у нас, интересно, сад? Ага. Наверное, это здесь. Яблоки. Много яблок. Наверное, это яблочный сад. Ага. Ну да, так и... Помогите, помогите, эти мыши повсюду. Так, на, давай-ка нам одну из них вот так вот. Надо все-таки догнать. Ой, мыши, мыши, убедяйте. Не знаю я. Где-то еще одна. Вот она. Ага. Яблоки. Давайте берем яблоки, потому что я, насколько помню, у нас их может быть ограниченное количество. Здесь они у нас отражаются, да? Вот. И яблоки, как я уже говорил, восстанавливают нам здоровье. Ага. Вот еще у нас что-то такое. Монстр. Хм. Эти трусливые жители подземного мира являются серьезными противниками. Я вообще, насколько помню, они маленькие, гадкие и бросаются все время камнями. Слабые кожаные наручи. Интересно. Первичная защита твоих рук. Одевать могут только воины и волшебники. Ну что ж, уже хорошо. Так, это у нас что? Появ вы можете установить свои силы. Ну да. То, о чем я и говорил. А вот это, наверное, у нас пещера с нашими летучими мышами и прочей дрянью. Так, где это у нас есть? Что это у нас? Золото. Золото тоже, в общем-то, неплохо. Ага, вот он. Главный виновник торжества. Так сказать. Это было все. Найдите Герхарда в машинном здании. Ну да, я так понял, миссию мы выполнили. Ну что ж, давайте вернемся. И сдадим наш квест. Наш первый квест. Игра такая, она линейная. То есть, не следует ждать каких-то там особых разветвлений. Она абсолютно линейная. Есть несколько побочных квестов, но они... Их немного, и они не обязательно, как вы понимаете. Я подозреваю, что инженера надо искать где-то... Ну да, здесь. Прекрасно. Вы убили монстра. Вот ваша петиция. Покажите ее наставнику, и тогда он разрешит вам пройти испытания на Арии. Ну, пойдем, покажем ее наставнику. Ну то есть... Сейчас ее сдадим. Ваша петиция в порядке, теперь вы можете войти. Я помню великого правителя по имени Джандор. Он был великим воином, и тоже не мог дождаться, когда он сможет пройти испытания. Вы напоминаете меня Джандора в молодости. Такая же железная воля и излишняя самонадеянность. На арене это у вас быстро пройдет. Если вы сможете пройти испытания, Храднес сделает вас своим учеником. Идите же, вам еще предстоит очень трудный путь. Прежде чем вы сможете стать настоящим рыцарем пламени. Но сперва вы должны пройти испытания на арене. Ну давай пройдем. Эндес, вот еще один новичок, который хочет приумножить славу рыцарей пламени. Добро пожаловать, новичок. Я Храднес. Пройти испытания на арене является величайшей честью. И я верю, что вы не опозорите нас или себя, потерпев неудачу. Так как здесь бесчестие с родни света. А теперь иди же и покажи нам, на что ты способен. Озвучка такая еще интересная. Мне она чем-то напоминает еще такой первый Старкрафт. Такая пиратская версия тоже озвученная. Такая полулюбительская озвучка. В общем, ностальгия. Так, я подозреваю, что нам сюда, да? В общем-то, больше никуда мы не можем пройти. Интересно, вот сюда можем? О, слушайте, а мы можем пройти. Что это у нас? Кожаные башмаки. Стильная обувь. Ну да. Явно круче моих... Красавок. Так интересно, здесь мы нигде не можем? Ну, похоже, что нет. Ну что ж, тоже хорошо. Пойдемте. Я помню, когда первый раз играл за этого воина, я тут несколько раз погиб, поэтому... Я точно не помню, что там за испытания, но помню они какие-то такие. Добро пожаловать, новичок. Ты как раз вовремя. Ты можешь посмотреть, как происходит испытание на арене. Другой новичок, который тоже хочет стать... Рыцарем пламени. Хорошо, пошли посмотрим. Да, давай. Ничего плохого не произойдет. Во славу Хорендеса, умри. А, это ты меня. Да, плоховато. Ладно, ты следующий. Желаю удачи, новичок. Ну, спасибо. Давайте пойдем. Вот, кстати. Кожаные башмаки и кожаная туника. Мы ее поднимаем. Ну да. Так, кстати, башмаки вот наши круче все-таки, да? Ага. Так, и пройти мы, конечно же, не можем. Для этого надо нажать рычаг, да? Ах ты. Пауки. Ничего тут нет, никаких секретов. Похоже, что нет. Огонь. Огонь. Это себя плохо. Так, интересно. Ну, конечно же, мы тоже не можем. Ах ты, гадина. Маленький гаденыш. Не на тебе. Ай-яй-яй-яй-яй. Слышали щелчок. Похоже, что все-таки дверь открылась. Ой, да мы подобрали. Чего это такое мы подобрали? Мы подобрали мясо. Тоже восстанавливает здоровье. Ну да, в общем, тут я помню, еще были эликсиры. Насколько. Если мне память не изменяет. Так, а это чего такое? Ого, это может войти. А зачем? Это чего у нас такое? Выпейте с надоби, чтобы нейтрализовать действие яда. Точно. Тут можно получить отравление. Эта штука, кстати, очень полезная. Потому что я, насколько помню, вот эти маленькие паучки, они все-таки смогут отравить. Поэтому это очень даже кстати, что у нас эта штука есть. Яблоки, яблоки, все собираем. Давайте нажмем. Ну вообще как-то сейчас не особо сложно. Не знаю, может дальше будет чего-то интересного. Посложнее я имею ввиду. Уже не можем яблоки брать. У нас, по-моему, 10 штук там, и мы больше не... Ну, 9, да. Похоже, это максимум, которым мы можем нести. Что тут у нас еще есть? Больше похоже ничего. Пойдемте дальше. Здесь мы никуда не можем. Не можем никуда попасть. Это у нас единственная дорога. Ну да, как я и говорил, игра она такая линейная. То есть ждать от нее каких-то особенных вветвлений сюжета не приходится. Все-таки не ведьмак. Ну, тем не менее. Так, побегать довольно плавно-то. Так, вот я подозреваю, что сейчас какая-нибудь фигня вылезет отсюда. Ух ты, а ты кто такой? Ой-ой-ой-ой-ой, ты еще и бьешься больно, да? Что это гоня? Интересно, если тебя вот сюда... Ну да, я, в общем-то, так и подумал, что ты... И не слишком сообразительно. Еще и навонял, да? Ага. Что-то мне подсказывает, что надо сохраниться, да? Какая-то замысловатая конструкция. Но, тем не менее, проходится. Мне почему-то кажется, что там есть проход. Ладно, не будем проверять это, по-моему, может, это мне столько кажется. Теперь вы можете напасть на себя врагам. Вы будете двигаться очень быстро и наносить врагам сокрушительные удары. Ну да, то, о чем я говорил, кстати, вот нам дали наше первое умение. Это умение берсерка. Берсерка. То есть, мы нажимаем, и мы, если... Давайте попробуем, в конце концов. Ну да, мы разгоняемся, наносим такой чувствительный урон щитом. Тролль. Тролли всегда появляются в самом ненужном месте. Хотя они неуклюжи и медлительны, их удары очень сильны. Не находитесь рядом с трупами троллей, вонять от них просто невыносимое. Ну, я заметил, да. Поздравляю тебя, воин, ты действительно достойный этого звания. Хорошо, я вижу, тебе удалось исцелеть. Молодец, парень. В то время, как ты проходил испытания на арене, поломка подъемника привела к тому, что инженер Герхард оказался в ловушке глубоко под землей. Хорандес хочет, чтобы этот инженер был спасен. Мы должны отправиться туда и найти Герхарда. Хм, ну давай. Ну, в общем-то, все. На этом наше посвящение закончено. То есть мы стали теперь рыцарями огня. Вот. Я думаю, что сегодня мы закончим эту серию. Напишите, пожалуйста, как она вам была. Вообще понравилась вам, не понравилась. Стоит ли продолжать снимать видео по этой игре. С вами был Гера. И хорошего вам дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова